Традиционный вопрос, с которым мы начинаем серию небольших интервью. Как ваше настроение, Ирина? Отлично. Новый год, у всех продажи. Очень радует, что собираются ритейлеры и обсуждают такие актуальные моменты. Мы с таким хорошим оптимизмом смотрим в следующий год. Мы про Новый год и про планы на будущий год немножко еще с вами поговорим. Я хочу немножко расспросить вас про ваш бизнес и про услуги, которые вы представляете. Расскажите. Мы занимаемся стратегиями, проектированием и дизайном для розничной торговли и работаем с разными брендами, с региональными, с федеральными. Очень такой динамичный сектор и очень интересный вот этот год 2019. Как компания понимает, что им пора, грубо говоря, развиваться и принимать какие-то стратегически важные решения, то есть отстраиваться от конкурентов? На самом деле у нас очень динамичный рынок. И вот сейчас буквально года два назад у нас началась такая активная конкуренция. Просто продавать массу товаров по невысокой цене рядом с домом это уже не очень интересно. Люди хотят гораздо большего. То есть они хотят и готовую еду, и интересные предложения, и так, чтобы это было эмоционально сделано. То есть атмосферу. Люди хотят, кроме цены, цена, конечно, это must-have, они хотят еще и атмосферы, уважения, лояльность. То есть это целый такой комплекс. Поэтому вот настал вот этот момент конкуренции, и сети начали отстраиваться, искать вот эту свою нишу, свою фишку, чем они могут зацепить покупателям. Слушайте, это очень здорово. Я уверен, что год 2019 был для вас успешным. Я так думаю, что ваше профессиональное портфолио пополнилось какими-то значимыми кейсами. Как с этим дело обстоит? Да, мы хотим похвастаться несколькими кейсами. За год мы успели открыть три интересных проекта. Первый – это «Перекресток». Это эволюция концепции сети, которая с 2000-х годов развивается в своем формате. Это супермаркет с акцентом на производство. Не секрет, что в Москве и в городах присутствия «Перекрестка» произошла большая конкуренция. То есть пришли другие бренды, которые начали отнимать долю рынка. И «Перекрестка» нужна была, вот такая эволюционная история. В мае открылся объект, и это несколько десятков процентов плюс. Это совсем другая атмосфера, это другой подход. Это новый такой очень интересный проект. Еще два интересных проекта «Пятерочка». Новый подход, новая концепция. Компания приняла ряд стратегических решений и двигается в сторону покупателя. Заслужить доверие, вынести хлеб, сделать кофе. И это совмещение для разных публик. Это и небогатый клиент, и средний клиент. И люди очень хорошо реагируют, потому что это не только цена, это еще и эмоции, это удобство, это целый комплекс. Ну и третий – это лента, это другой формат. Это гипермаркет. Открылся в ноябре крупный объект. Это все еще лента, но это новая лента с новым подходом. Нам очень понравилось, что компания взяла себе шесть стратегических отделов и сделала их лучшими из того, что может быть. И покупатели очень хорошо реагируют. Действительно увеличивается оборот, и трафик растет, и средний чек. Готовая еда – это все то, что соответствует новым трендам. Действительно крутые кейсы, которыми можно будет похвастаться по итогу 2019 года. Я так думаю, что вы уже немножко прогнозируете, что бы вы хотели такого получить, скажем так, или какого бы клиента вы хотели завоевать в 2020 году. Какие планы у вас на 2020? Планы работать и искать вот эти точки дифференциации для заказчиков. Это разные клиенты, это и регионы, и федеральные сети. Мы работаем и в Европе тоже. Там тоже есть большое движение в разных странах, например, в Украине, в Азербайджане. Там как раз тоже начинается вот этот этап дифференциации. Я думаю, что будет много интересных и более сложных задач. Слушайте, я желаю вам успехов в 2020 году. Пусть год будет эффективным, финансово-благополучным и портфолийным в первую очередь. Спасибо. А я желаю успехов Retail.ru. Поздравляю с многолетним сотрудничеством. И хочу сказать, что очень важно людям то, что вы делаете, то, что вы пишете. Информация сейчас стоит больших денег. И вот знать тренды, что происходит, знать людей, какие цифры, что вообще, куда двигаться дальше. Я знаю, что все вас читают и продолжайте двигаться в этом направлении. Вот тут мы отбиваем друг другу пятерочку, чтобы у нас 2020 год и для вас, и для Retail.ru был действительно успешным. Спасибо. Встретимся на просторах. Редактор субтитров А.Семкин